Мошенники придумывают все новые способы вовлечения жителей Югры в преступную деятельность. Об этом свидетельствует случай, который произошел накануне в Мегионе. Там 38-летняя местная жительница попыталась совершить поджог одного из административных зданий, а также припаркованных рядом с отделом полиции служебных автомобилей. По данным правоохранителей, подозреваемая действовала по указанию неких кураторов. По предварительным данным, подозреваемая, действуя по указанию неустановленных на данный момент лиц, попыталась совершить поджог зданий администрации города Мегиона и трех служебных автомобилей органов внутренних дел. В ходе допроса подозреваемая пояснила, что ей поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, а также банка, сообщивших об оформлении кредита на имя женщины на территории другого государства, в связи с чем она может быть привлечена к уголовной ответственности. Не сообщая никому о поступающих звонках и угрозах, подозреваемая, действуя по указанию звонивших, осуществила им перевод более 400 тысяч рублей, которые взяла в кредит, а в последующем совершила серию поджогов. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств преступлений и всех лиц, причастных к их совершению. Сейчас подозреваемая женщина активно сотрудничает со следственным комитетом. В нашем распоряжении есть фрагмент ее допроса. Аккуратов, что вам конкретно говорили? Он сказал, чтобы я взяла, сходила на АЗС любое, взяла 5 литров бензина. Потом он позвонил, сказал, что нужно съездить по объектам, по видео, показать ему объекты. Увеждал и даже, может быть, настаивал так, что грозился, что 15 лет постоянно мне грозит, что у меня дети маленькие есть. Аккуратов, непосредственно, как с вами связывался? По телеграммам. Видеосвязь или аудиосвязь? Аудиосвязь, но в это время, когда мы поджог, это была видеосвязь. Мошенники используют уловки психологического давления на людей. Могут всячески угрожать. Эта печальная история поучительная и может произойти в любом городе страны, и в частности, Югры. Важно, чтобы горожане знали, что их планы коварные и ведут только к одному, к страшным, порой необратимым для человека последствиям. Лангипастов о случаях мошенничества регулярно информируют и полиция, и СМИ. Поэтому некоторые разработали собственные правила безопасности. Знаете, они на самом деле очень хитрые. Они постоянно звонят и находят подход индивидуальный к тебе. Не вестись, не слушать, не доверять информации просто по телефону. Всегда все проверять и не сообщать личных данных. Во-первых, я не беру с незнакомых номеров, не отвечаю им. Я не перехожу ни по каким ссылкам. Даже если мне звонят с предложением о какой-то работе, там обещают миллионы, миллиарды, я никогда на это не поведусь. Потому что я знаю, что бесплатный сыр только в мышеловке. В первую очередь, ваши личные данные. Ни сотрудники полиции, ни сотрудники силовых ведомств, ни сотрудники финансовых организаций не имеют права по телефону запрашивать у вас какую-то личную информацию. Тем более, то, что касается банковских карт. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Следственное управление в очередной раз обращает внимание жителей округа на регулярные попытки вовлечения граждан в преступную деятельность по телефону через популярные программы для мгновенного обмена сообщениями и социальной сети. Запомните, что правоохранительные органы, а также банки, не могут давать преступные указания, не могут требовать от вас совершения банковских операций. Вопросы привлечения к уголовной ответственности также не могут обсуждаться по телефону и также в мессенджерах. Если вам поступают звонки и сообщения подобного рода, не вступайте в разговор и смело кладите трубку. Будьте бдительны и внимательны. За совершенные деяния женщине из Мегиона грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленная порча имущества», то есть реальное лишение свободы. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. События.